The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Раз, два, три. Все. Так, мы с вами будем говорить про трудовые книжки. Что такое трудовая книжка, чем она нужна, как она ведется, как она вообще появляется у работодателя, как она исчезает у работодателя. И что вам будет за то, что если вы трудовую книжку потеряете, неправильно ведете. Меня зовут Анашевич Алексей Станиславович. Я являюсь действующим руководителем службы управления персоналом, также преподавателем учебного центра специалистов. Здесь веду занятия по кадрам и по управлению персоналом. Итак, трудовая книжка. У всех работающих людей, кто работает по трудовому кодексу, состоит из работодателя в трудовых отношениях, должны быть трудовые книжки. Ну, то есть это документ человека, в котором видно его трудовая деятельность. Стаж, когда принимался, когда увольнялся, как увольнялся, сколько проработал, в каких условиях проработал, переводы работника, там много чего. То есть трудовая книжка – это практически трудовая летопись человека. И остается у человека потом, ну, на всю жизнь практически. То есть никто у него их забирает, никто у него потом, когда он уходит на песню, отбирает, оно остается у человека. Вот два документа, которые каждый кадровик должен знать. Либо человек, который является ответственным за ведение и хранение учет трудовых книжек. То есть это правило ведения и хранения трудовых книжек, завитывание бланков, инструкции по заполнению трудовых книжек. То есть это два основных документа, которые регламентируют первые вообще бланки трудовых книжек, как они ведутся, как они оформляются и вообще, как туда не вносится записи. Исправление, записи, заполнение книжек, что вносится в книжку, что не вносится в книжку. Все написано как раз вот в этих двух документах. Поэтому с этого вам рекомендую их изучить. Итак, теперь, что касается самих трудовых книжек. В пункте третьем правил ведения и хранения трудовых книжек сказано также в 66 статье ТК РФ о том, что на всех работниках, проработавших работодателя свыше пяти дней, вы заводите трудовую книжку. Заводите трудовую книжку, ну, вы заводите, вносите запись или что-то еще. Почему такой срок? Как вы думаете? Почему не сразу? Вот вы пришли и вам сразу... Передумал, посмотрел, а не понравился вам. Такой тоже может быть. И он может не понравиться, работа дать ему. Это весь испытательный срок, месяц и два. Это весь испытательный срок. Это тоже не все условно. Он может прийти в первый рабочий день и на второй пробуждение не дать. Может, только у кадровика появляется заморочек. Тогда. То есть это же не просто так, что он не вышел на работу и дальше что теперь. Это тоже надо оформлять. Просто так не выйти на работу тоже нельзя. Лучше вообще на работе не появляться ни разу. Ни одного часа. Тогда это самый простой выход, который у кадровика появляется. Если я хотя бы отработал один день, на следующий день я не вышел на работу, начинается проблема кадровика. Если его оформили уже. А без оформления вы не имеете права допускать работника к работе. Трудовой договор, инструктажи по технике безопасности, по охране труда, по пожарным, по всем делам. Вы не имеете права допускать работника до работы, не оформить трудовые отношения. Даже если вы их не оформили, то в течение трех дней вы обязаны это сделать, пригласить трудовой кодекс. Но это уже нехорошо, потому что получается понятие фактического допущения до работы. Поэтому, но работе может просто не выйти на работу. То есть он вам пришел, договор заключил, может заранее, не вышел на работу, у вас будет аннулирование трудового договора. Итак, свыше пяти дней вы тогда введете, вносите ему записи, заводите трудовую книжку. Дальше. Очень серьезный вопрос. Это хранение. Обязанность хранения трудовых книжек возлагается на работодателя. И так как трудовые книжки – это бланки строгой отчетности, таким образом, хранение данных документов у кадровика должно быть на первом месте. Поэтому все трудовые книжки у кадровиков хранятся либо в сейф, в калибиналических шкафах, то есть вообще отдельно, в какого-то облаточках, с разделителями, со всеми делами, то есть все должно быть. Если есть сейф, лучше в сейфе. Вообще никто к ним не пел. И доступ к ним никого не было. Посторонних людей. Это все пишется сейчас. Вы можете потом, если переговорить с менеджером, дадут я им записи. Итак, дальше. Для того, чтобы учитывать трудовые книжки в организации, ведется две книги. Первая – это приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек. А вторая – это книга по учету движения трудовых книжек. То есть это две книги, которые в бумажном виде, скажем так, в организации, за исключением охраны труда, ее не трогаем, обязаны вестись. Все остальные журналы, учета какие-то, приказов, еще чего-то справа, все, вы можете в электронном виде держать. В бумажном виде появляется журнал, когда оно где-то, чтобы была подпись. А вот эти две книги вы обязаны держать, иметь в организации и правильно вести. Язык, на котором вы вносите информацию в трудовых книжках, он русский. К другому. Соответственно, раз это русский язык, если в организации какие-то названия, может, организация какая-то иностранная, что-то еще, все равно название пишется по-русски, а не по-английски, по-китайски или как-то еще, по-русски. Поэтому вот если посмотреть трудовые книжки людей, которые работают в иностранных кромизации, там, Coca-Cola, PepsiCo или еще что-то, оно написано, все равно по-русски. Coca-Cola по-русски написано, PepsiCo по-русски написано, Incorporation тоже по-русски написано. Не английскими буквами, все пишется по-русски. В трудовой книжке. Вот она как выглядит замечательно. Маленькая, такая, с круглыми краешками, трудовая книжка. Если кто-то имеет трудовые книжки еще советского образца, такие зеленые, а они побольше формата. И, честно говоря, поудобнее. Вот просить можно, а они действительно такие старые документы? Ну, старые, да, действительно. Их можно подложить? Ну да, если они не закончатся, еще ездят записывать, то да, записываются. Вот у человека есть эта книжка. Да, у меня такая книжка до сих пор. У меня еще. Да, он с ней работает, пока там не закончится раздел, а потом туда вкладыш будет делать, вышивать. Итак, вот она выглядит вот так. Цвет у нее серенький, тиснение у нее золотистое. Не белая, не красная. Я видел одну трудовую книжку, человек принес у нее черную обложку с белым тиснением. Соответственно, такая трудовая книжка отдается ему, как сувенир. Вы ее не видели. Вот это титульный лист, в котором у нас написано, как это трудовая книжка, есть герб, и вот у нас есть серия и номер. Каждая трудовая книжка индивидуально. Также по серии можно определить год выпуска трудовой книжки. В титров листе заполняется фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, профессия по образованию, дата, когда заполнена трудовая книжка, подпись владельца, подпись лица, ответственное заведение трудовой книжек, разборчивое книжек, не просто корючки, а разборчивое книжек и печать. Вообще, мы поговорим чуть попозже. Дальше у нас идет раздел «Сведения о работе», состоящий из четырех колонок, то есть это у нас номер по порядку, это число, месяц, год события, дальше что там, прием, перевод, увольнение и номинование документа, основание которого не знаете записи. То есть это основа приказа. Следующий раздел «Сведения о награждениях». Точно так же четыре колонки, номер по порядку, дата, что за награждение, и опять же, сведения о документе, на основе которого не все на записи. То есть вот из каких разделов состоит трудовая книжка, то есть титульный лист, сведения о работе, сведения о награждении. Ну, еще в конце там есть такая краткая выдержка владельца трудовой книжки, там что-то, чтобы он знал, как трудовая книжка продается, что никому не завет давать, а все остальное. Вот вам, к примеру, серии трудовых книжек, и можно по серии определить, когда она была выпущена. Ну, к примеру, вам приносят трудовую книжку. Работник принят на работу, вы видите, что первая запись, что он принят на работу в 2010 году, а книжка почему-то серии для К4. Значит, ее заполнили спустя годы, пусть только он. Значит, что-то надо проверять. Что-то может быть не так. Записи могут быть, ну, скажем так, не работают. Вообще. Вообще нет. Ну, это, во-первых, смотрите, это не только вопрос, ну, бухгалтер, если есть, в кадровике есть, его бухгалтер вообще ни при чем. Нет, ну, условно, чей, который не все трудовая книжка. За трудовые книжки, то есть, вы должны на это обратить внимание. Во-первых, руководство тоже. И, ну, я когда веду отбор персонал, если я уже такую трудовую книжку, я только один раз такую видел, то у меня уже начинает больше вопросов возникать. То есть, это вопрос отбора, вопрос проверки человека, через службу запаса, еще что-то такое. То есть, это вот такого. Если там совсем видно, что как, знаете, можно вся трудовая книжка заполнить вообще одним почерком. Но у человека просто куча проблем могут быть. Вы можете завести новую трудовую книжку. Итак, что уносит трудовую книжку? Сведения о работнике, о работе, о переводе, об увольнении, о награждениях, о повышении квалификации, разряде, классе, о восстановлении природного стажа при выдаче дублика трудовой книжки, о времени военной или там другой службы альтернативной, и также работа по совместительству по желанию работника. Сведения в трудовую книжку о работе по совместительству вносятся по желанию работника. Вы не обязаны это делать. Также не вносится в трудовую книжку сведения о взысканиях. Нет там такого раздела. Если только взыскание не является увольнением. То есть когда мы работника увольняем, как говорится, по статье. Хотя все увольнения по статье. У нас нет ни одного увольнения, без статьи. Такой, какой-то там. Но обычно, когда говорят по статье, то значит это по инициативе работодателя, когда увольнение там за прогул, за пьянку, за неисполнение своих обязанностей, за потерю там доверия, там много чего. Вот это является мерцепринарным взысканием, и только это вносит в трудовую книжку, потому что это является увольнением. И все. Все остальные выговоры, замечания в трудовую книжку не вносятся. Нет там таких сведений. Также все сведения в трудовую книжку, которые вносятся по работе работника, дублируются в карточке Т2. Прием, перевод, увольнение. Соответственно, в карточке Т2 работник с записями, которые внесли ему в трудовую книжку, знакомится в карточке Т2. Там есть прямо целое поле. Подписи и инспекция это как раз и проверяет, чтобы стояли в карточке Т2 подписи. Так, у нас есть вопросики. Так. Так, вот задаются вопросы, как сведения о... вносить сведения о смене фамилии, сокращении чата. Сейчас мы поговорим обо всем. То есть у нас еще впереди много чего. И так. Все услышали, что в карточке Т2 должны обязательно быть продублированы записи трудовой книжки, и работник под подпись должен там ознакомиться. Обязательно. Это обязательное требование. По-другому никак. Итак, о награждениях вносятся награды государственные, ведомственные награды организаций, которые предусмотрены локально-нормативными актами. Вот это туда вносится. Не вносятся сведения о премиях, которые выплачиваются в соответствии с окладной премиальной системой оплаты труда. То есть премия ежемесячная, она просто является как бы частью заработной платы. Это не та премия, которая вносит, например, премия к 8 марта, премия там, например, за какие-то подвиги, премия там еще к чему-то такому там. То есть это вот не вносится. Итак. Дальше. Очень интересный пункт. 47-ое правильное День трудовой книжки говорит о том, что если у вас вы выдали трудовую книжку или там бланк трудовой книжки, вкладыш или что-то еще такое, то вы должны с работника взять соответствующую денежку. Сколько вы потратили на приобретение этой трудовой книжки. кто работает в кадрах, вы берете такое? за трудовую книжку в первый раз берут деньги. 47 правил. Беру, беру, беру деньги. Ну, говорят, не беру. Беру, беру. У меня до сейчас на работу устроилась, с нее денежку взяли за трудовую книжку. или сам приезжий. Или сам приезжий. это говорит о том, что если такое у вас будет, вы налетите на штраф со стороны инспекции по труду. Итак, взимается плата за то, что работнику выдали там, заполнили бланк трудовой книжки или вкладыш. Но правильно, не все этот пункт выполняют. И кто-то не берет деньги. И их никто не наказывает. Для того, чтобы это сделать, нужно правильно оформить. То есть пункт 47 говорит о том, что мы должны. Поэтому, если работодатель говорит о том, что не буду я этого делать, он должен сдать соответствующий приказ облака нормативной акции. Должно быть написано, что деньги не взымаются. Ну, конечно, может вас инспектор по труду, государственный инспектор труда может вас немножко помурыжить на этот счет. Но практика говорит следующее, что это расценивается как улучшение положение работника. Можно деньги вы берете, значит, вы делаете лучше. А лучше можно. Можно взять. Но если у вас вы не берете деньги, и у вас нет соответствующего приказа, вот тогда вы уже точно повышаете. так, дальше вот сейчас вопросы идут про вкладыш награждения. Давайте мы немножко сейчас дождемся вот все, что я расскажу, а потом я буду отвечать на вопрос. Потому что намного я сейчас отвечу в процессе нашего занятия. ответственность лежит на работодателя заведения хранения учета и выдачи трудовых книжек. Поэтому если в организации нет больше никаких документов, чего там должностных конструкций, ничего нет, то все лежит на ком генеральном директе. Он же работодатель, он же подписывает трудовые договоры, генеральный директор. При необходимости ответственность за работу в трудовой книжке может быть возложено полномочное лицо. То есть даже если у вас есть кадровики, а тем более если их нету, должен быть издан приказ, кто несет ответственность за ведение хранения учета и выдачу трудовых книжек. Приказ работодателя, что назначен ответственность за ведение учета и трудовых книжек. Там должность, фамилия. На время ее отсутствия другой человек. Только эти люди получается тогда имеют право вносить записи в трудовую книжку и там расписываться. Потому что если такого приказа нету, то никто кроме работодателя генерального директора и имеет право трудовой книжки. Приказ об ответственном. О назначении ответственного лица. Этот приказ входит перечень обязательных документов при планах проверки инспекции по труду. Ну смотрите, да, получается в генеральном получается за это все отвечает, потому что приказа нет, он работодатель, он же подписывает все это дело. Итак, в записи трудовую книжку делаются перьевой гелевой ручкой, ручкой роллером, черный, синий или фиолетовый цвет. Все кадровики, которые работают с трудовыми книжками или ответственные лица, по моему опыту, имеют отдельные ручки, которые они заполняют трудовые книжки, которые хорошо, мягко пишут и очень удобно не мажут и все остальное. Потому что не все ручки пишут на вот этой бумаге. На старых трудовых книжках советского образца многие ручки писали. Сейчас некоторые ручки шарик и просто не пишут. Поэтому для ведения трудовых книжек и даже мои кадровики заказываются отдельные ручки. Их отдельные никому не дают. Все не допрощит этих ручек. Хорошие ручки там нормально пишут. Дальше обратите внимание, что все даты все во всех разделах оформляются цифрами. То есть 6 8 8 цифр. Значит дата число двузначное число, месяц двузначное число, год четырехзначное число. Никаких там февраля, марта, апреля не пишется. Г тоже не ставится. Далее нумерация всех разделов трудовой книжки она сквозная. От первого и пошли. Первый прием на работу. Первый номер или один? Продолжается. Первый номер 0-1 или один? 0-1 еще поставьте. Понимаете, почему 0 поставьте? Потому что кто-нибудь пошутит, поставьте еще 1-2, потом будете веселиться. А как же вы думали? Дальше. при внесении неправильных сведений в раздел прием на работу награждения запись не зачеркивается. Но мы будем дальше говорить об этом, я пример покажу. Не зачеркивается, там никакие записи. Вообще в трудовой книжке только есть возможность что-то зачеркнуть на титульном листе. И все. В самих разделах прием на работу и сведения о работе и сведения награждения никто ничего не зачеркивает. Никогда. как дальше вы говорите? Дальше. Есть такой интересный пункт номер восемь. Что когда трудовая книжка заводится впервые, то есть он приходит работник, он перед книжку заполняет, это происходит в торжественной обстановке в присутствии работника. Пункт восемь. В присутствии работника это все осуществляется. вот оно пункт восемь. Так должно быть. Все так никто не делает. Правильно? Да. Почему? Нет, не делается. Нет, я с вами. И прямо при вас заполняет. Вот. Вот. Итак. Да, так должно быть. Но некоторые так не делают. А вы должны знать, что так должно быть. Потому что внесение в запись трудовую книжку это, знаете, я вам сказал, такая работа, которая требует сосредоточенности, тишины, отключенного телефона и закрытой двери желательно. Потому что ошибка в трудовой книжке вы будете потом исправлять. Поэтому лучше сразу все правильно сделать. Некоторые там даже сложные записи сначала в ворде сделают все разлинуют, все пропишут, посмотрят, фразы правильно поставят, а потом только вдруг не переносят в трудовую книжку, потому что там нельзя ошибаться в трудовую книжку. Поэтому даже где-то в интернете в ходе такое объявление на двери отдела кадров, кто будет стучать в дверь, когда я заполняю трудовую книжку, получит туфли в ногу. Просто начнут дергать, начнете ошибетесь где-нибудь и все, и поехали. Как там ошибаюсь и пошло по новой записи действительно и все тут поехало. Почему присутствие работника? Потому что присутствие работника заполняется титульный лист и работник там расписывается за правильностью информации, которую мы с этим ввести. Поэтому и присутствие работника. Обязательно. Итак, дальше. Вот наш титульный лист. То есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование. Выше профессиональное, среднепрофессиональное, начально профессиональное, общее среднее образование. Дальше профессии по диплому, дата заполнения. Многие пишут дату заполнения, это именно ставит месяц. Слово? А там сам Бог велел слово написать, кто придумал эту длинную строчку. Но скажем так, ошибки не будут. Ну, я вот книжек море видел, но никогда еще в инспекции вообще не так работают. Дальше подпись работника владельца трудовой книжки. И дальше подпись ответственного лица, почему, опять же, приказ должен быть, кто имеет право поставить эту подпись. И печать. С этого года внесли ясность печати, потому что с печатями было сложновато. В 15-м году печати сказали, что не обязательно. Не там, не в трудовых книжках. А был какой-то федеральный закон, что если в организации нет печати, то ее никто и не обязан ставить. А в инструкцию никто не ввел это изменение. Только в этом году написали, что если в организации нет печати, тогда печать здесь может не ставиться. Тогда вы должны запастись справкой, соответствующей, что печати в организации нет. Поэтому там печать не стоит не потому, что ее не поставили, забыли, а потому, что просто в организации нет печати. Я еще ни одной такой трудовой книжки не против печати. Очень интересная организация по примеру печати. По закону можем не иметь. По закону можем не иметь. Уже можем не иметь. Как в том фильме, да, с Вадимой Оленкой. Гриша, что им есть документы? Да. Как люди да, потому что будут вопросы, почему печати нет. Поэтому это уже их проблемы. Я понимаю, что они начнут заморачиваться, потому что они все там. С ними тоже можно разговаривать. Итак, теперь внесение изменения по фамилии и имя отчества и дате рождения работника. Вот эти только сведения можно зачеркивать. Да. Ошиблись в паспорте. Где-то еще что-то. Ошиблись. Понятно, что это будет на основании чего-то, а не просто там. Потому что это получается, что уже заведена трудовая книжка. Потому что если вы ошиблись, когда сами вносили ее, то вы ничего не зачеркиваете. Вы просто уничтожаете этот план. А если это произошло, там вот работник работает, а у него дата в паспорте, к примеру, одна, связи с рождением другая. Надо паспорт поменять или что-то еще. Поменяем паспорт, дата рождения изменения. Все уносите изменения. Чаще всего у нас меняется фамилия. Девушка. Мужчина редко. Но бывает. Я поэтому говорю редко. Бывает, но редко. В основном мы девушек. Поэтому предыдущая фамилия зачеркивается, потому что ее уже не существует, эта фамилия. И пишется новая фамилия. Сверху? Да, здесь получается сверху, потому что ладно, у нас там одна строчка, если помните, да? Да. Одна строчка. Видите, сколько места вам писать? То есть вот Иванова, можно зачеркнуть, там поставить фамилию, можно там потом сверху. То есть вот сколько здесь можно писать фамилии? Раз, два, три, четыре. То есть вам дается право четыре раза подумать. и плюс еще вот эти поля. И вот эти поля. Здесь пишется основание. То есть сведения о, получается, смотрите, что у девушки получается. Была Иванова, вышла замуж, стала Петрова. Фамилия Петрова изменена, Иванова изменена на основании свидетельства заключения брака, номер такой, это раз, это поле зачеркнут. Разбежались. Зачеркиваем, опять она стала Ивановой. Фамилия Петрова исправленная Иванова. Да, 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 да. Вот так вот все вот это вот видите, а поле маленькое. Причем писать здесь тоже мало. Если вы посмотрите на советскую трудовую книжку зеленую, хотя там были и всякие там мораль, там все это было все очень жестко, там даже были там общественные суды, были все остальные, но там три строчки на фамилии. Там три строчки на фамилии. Причем они длинные, там можно ну десять раз примерно. Вот, поэтому писать здесь не сильно разбежишься, поэтому вот опять же кадровикам, у кого размашки почерк, мне очень неудобно заполнять только книжку, потому что несколько на записи внес, и все, пошел вкладыш. Вкладыш не будете вносить. Да. Вот. Книжку вы не выкинете. Ну, смотрите, вот была Шарапа, стала Сорокина, вот мы внесли изменения. Вот фамилия Шарапа заняла Сорокина, становится сочинение брака, вот все, вот все, вот так происходит это изменение. То есть вот здесь вот на обложке. Может внизу ставить печать парус, а то печать кто внес. Может кто внес. То есть если человек там уже несколько мест поменял, то кто внес, тот и ставит эту печать, потому что дату. Итак, если при первичном заполнении титульного листа вы ошиблись, вы ничего не меняете. Вы просто делаете акт о признании данного бланка испорченным и он идет на уничтожение. То есть если при выдаче трудовой книжки впервые или вкладыше вы там что-то несправильно написали, то вы ничего не правите, просто уничтожаете сам бланк. Дальше. Если информация о профессии там что-то нету, потом дополняется, потому что человек может прийти к вам там после школы, да, потом закончить технику, потом закончить институт, правильно? Нет, общее-среднее образование, общее-среднее образование, общее-среднее. Да. Это общее-среднее, оно и в этом есть в карточке, это два общее-среднее образования. То предыдущее образование не зачеркивается, через запятую дополняется образование. Другим почерком, ничего. Но опять же на обложечке ставится, что внесено изменение, наставание диплома по образованию. Я не очень как вот один раз заведен. Кадровик. Ну, кто ответ за заведение трудовой книжки. А подеком выносили? Да, конечно. Я обучалась в это время, но я об этом не знала, поэтому я не хочу. Но это уже другой вопрос. Вот, смотрите. Вот это плохо, видите, одна запись и все, боже, на сегодняшний практически. А если на фамилию еще не имеют? А не надо так много. Размашенный почерк такой красивый, это все хорошо вот сюда, но здесь плохо. Поэтому, кстати, еще одна из причин, почему некоторые кадровики делают штампики. Да, где фамилия уже есть. Потому что штампики, они, например, делают, что, например, три записи, если четыре, они такие делают штампики, что можно только потом доносить, расписать, потому что почерки у всех разные. А так уж лучше будет видно. То есть, вот, видите, было среднее, запятая, высший, в ряд, мучитель. То есть, через запятую не зачеркивается, в отличие от фамилии. Итак, это вот мы с вами про дитулнис поговорим. Можно вопрос уже? А если женщина вышла замуж и к своей фамилии через тирановую фамилию добавила? Дело не в этом. Не важно. Понимаете? Не важно. Не важно. Вы смотрите, что написано в паспорте. Вот если она в паспорте, у нее двойная фамилия, то же самое будет свидетельство о браке написано. То есть, вы зачеркнете предыдущую фамилию и напишете Иванова Террасян. Но это новая фамилия. То есть, Иванова-Терра не ставишь? Нет. У нее уже нет фамилии. Вернее, Иванова-Терре. Понимаете? Ну да, потому что дата заполнения была, когда она была просто Иванова. Да, сейчас у нее уже Терре поставили. Итак, дальше. После титульной листа мы переходим, то есть, когда заполняется титульный лист, потом переходим к заполнению сведений уже о работе. И первое сведение, которое вы заносите, это название компании в виде заголовка. В виде заголовка. Причем указывается полное и сокращенное номинование компании, если оно есть. А для этого надо знать уставку. Ну, лучше уставку читать. Или обычно у всех бухгалтеров есть реквизиты, карточка реквизитов. У вас просто он должен быть и все там все написано. Что-то не надо искать, ничего. Итак, что вы должны еще запомнить? Обязательно то, что вносится той ручкой, которая должна быть. И самое главное еще, эта запись не нумеруется и дата там напротив этой записи не ставится. не ставится. То есть, это вот, где у нас идет сведение о работе, у нас там третья колонка. Просто там акционерное общество там кавычки там ромашка и ко кавычки закрывается. В скобках о кавычки ромашка и ко. Да, то есть, полностью сокращенно. И все. То есть, никаких вот первой колонки, во второй колонке там номер, дата не ставится. Приказы тоже ничего не ставится. это заголовок. И все. Все пойдет ниже. Итак. Если номинование поменялось, соответственно, также вносится информация о том, что там было у нас ЗАО, были у нас, там еще какие-то, потом мы поменяли, поэтому на основании там было ЗАО, стало АО, и мы вот эту запись тоже вносим. Она опять же не нумеруется. Единственное, что появляется, появляется либо приказ, либо какой-нибудь протокол собрания акционеров, либо еще, то есть, на основании чего это делается. Но я всем советую сам делать. Вот собрание акционеров собралось, или там у нас законодательство поменялось, и сделали, как говорится, то, что было там ЗАО, стало АО. Все равно мы с общим отделом издаем приказ, в котором пишем о том, что у нас было на основании этого, было ЗАО, стало АО, и указание всем службы внести соответствующую информацию в документы работника. Все. И уже у меня основание, то, что я в трудовую книжку заношу, вот это дело, является не постановление какое-то или протокол, а именно тот приказ по основной деятельности. И все. Вот так удобно. Дальше. После того, как вы все это дело внесли в заголовок, дальше мы что вносим? Вносим информацию о том, что работник принимается на работу. То есть куда и кем. Ну и когда. То есть здесь у нас пошел уже нумерация пошла по порядку, дата пошла, куда, кем принимается и основание приказа. Все. Никакие, вот я просто видел такие трудовые книжки, не ошибайтесь, записи, что работник принят по срочному трудовому договору, что работник принят на испытательный срок и что-то еще, не записываются, пишется подразделение, должность и все. Никто не пишет никаких вот этих фраз по срочному трудовому договору на испытательный срок. Это в трудовой книжке не указывается. Никогда. Итак, если там что-то меняется, режим рабочего времени, что-то еще такое, это тоже в трудовую книжку не вносится. Но здесь и не должно вноситься, потому что в трудовую книжку вносят записи, что касается работы. Прием, перевод, увольнение. Перевод – это точно не изменение режима рабочего времени, а плата труда точно не является переводом, поэтому записи не вносится никогда. Потому что перевод – это изменение подразделения, должности и места нахождения работы. Ничего не пишется. Это в договоре, в договоре. Вы же не пишете, что вы принимали на вредные условия труда. Не пишется такого. Ничего не пишется. Вредные условия труда отражаются в трудовом договоре. Что? У меня написано. Что написано? Принято на работу с вредными условиями. Отлично. Было написано, но это просто 20 лет назад было? Нет, 20 лет назад, может, другие правила были. Я вам говорю, как сейчас. А, все, понятно. Потому что 20 лет назад не было трудового договора. Да, да. Там приказ и все. Поэтому там это могло. Там другая была инструкция. А сейчас нет. Сейчас у вас все в трудовой договор вносится. Там все. Туда никто не пишет. Итак, в графе номер один – порядковый номер. Графа номер два – дата приема на работу. Графа номер три – куда, кем. И графа номер четыре – приказ. Вот как это выглядит. То есть, вот номер по порядку. Десятого числа, десятого месяца 2007 года принят юридический отдел на должность и искусство. Порядки перевода из общества граничной ответственности – два. А принято общество граничной ответственности – один. То есть, вот видите, заголовок. Номера нет, даты нет, ничего нет. Заголовок. Дата и номер появляются потом при приеме. И вот приказ. То есть, работник принят на работу, судал на работу в порядке перевода. Соответственно, запись номер четыре наверняка гласит так. Уволен в порядке перевода в общество с ограниченной ответственностью – один. А здесь, соответственно, запись принят в порядке перевода из общества граничной ответственности – два. А если вы не указали, что принят в порядке перевода? А тогда вы не можете. Вы такого не можете писать, потому что к вам его уволили. У вас было письмо. У него порядок перевода такой. Ну, будет, вам придется менять запись. Потому что у него есть там гарантии. Гарантии контакта. Гарантии у нас не прописаны. То, что он имеет право быть принят в течение месяца. Итак, при переводе практически то же самое. Порядковый номер, дата перевода и куда переводится. Ну, что у него меняется там подразделение, должность, что у него меняется. Вот. И опять же основание номер приказа. Вот, к примеру, опять же, вот опция здесь один принят в отдел рекламы маркетинга на должность специалиста, переведен на должность специалиста по маркетингу. И вот они приказы. То есть, видите, вот эта вот строчка типа пустая такая. Она не пустая, но у нас потому что залезли на, в четвертой колонке залезли на третью строчку. То есть, строчки не пропускает никто. Не пропускается, никаких разделений нету. В последующей строчке все это пишется. Извините, а сокращение у меня, например, пора написано? Нет. Приказ. Нет. В трудовых книжках никаких сокращений не должно быть. Вот вам еще пример. Общество Буренка. Принят. Наладчиковый оборудование приказ. Видите, присвоен шестой разряд. Наладчиковый оборудование, то есть повышение. Есть вторая профессия. Сейчас уже давно я этого не видел, но в дальние времена у рабочих вторая профессия там давалась и тоже подписалась. Вот переименование. Видите, оно не нумеруется, дата не ставится, но основание ставится. При увольнении, опять же, порядковый номер ставится, дата увольнения ставится. И основание увольнения в соответствии с трудовым кодексом, а не от себя теном. Графа номер 4 приказ, на основании которого работник уволит. Вот. Это сокращение, кстати. Такая РФ нельзя написать? Нет. Нет такого сокращения. А РФ там стоит? Трудовой кодекс, а РФ стоит. Вот смотрите, вот принят. На работу. И вот трудовой договора с тормом по соглашению сторон первой части первой статьи 7.7 Трудовой кодекс РФ. Пересняйте назад, пожалуйста. Смотрите. А, нет, далеко. Прямо следующее. Вот. Чего? Соответственно, с трудовым кодексом РФ. Это я написал. Это же Российской Федерации не было вообще. Поняла. Это я написал. Я могу написать. Вот. Итак. То есть ничего не сокращается. Нет. Статья, СТ, там, пункт не сокращается. Пишется все полностью. Всегда. В основном у нас расторжение идет. Трудовой договор расторгнутся к цикле работодателя. Трудовой договор расторгнутся к... Надо смотреть, что написано. Понимаете? Там начинается слов, как в Трудовом кодексе. Трудовой договор может быть расторгнут. Ты мне, значит, уже расторжение. Уволен практически нет такого понятия, как уволен. Ну, оно есть в приказе, что еще что-то. Но в основном мы расторгаем трудовые договоры по различным пунктам. Проще написать, да, что будет расторгнут? Скажем так, более правильно. Потому что в Трудовом кодексе понятия уволен практически нет. Если смотреть статьи 77, статьи 80, 81, 63, расторгнут. В основном расторгнут идет. Да. Да. Сколько нам открытий чудных готовит просвещение? Вы еще сделаете копию с этого небольшим. Зачем? У нас там есть копию с Трудовой главной страницей. И страница, где ознакомлен с уволеном. И подсчитывается? Ну, мало. Это мой любимый вопрос к кадровикам. Когда я делал, ну, себя подбирал кадровиков, когда человек рассказывает, что они говорят, 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 что они говорят. Я спрашиваю вопрос, зачем вы это делаете. И у нас процесс понимал ответить. Нам так сказали. Вот это на всякий случай. Потом у нас появляются штрафы за хранение копий документов, не предусмотренных Дом кодекса. Сработник подписал согласие. Почитайте суды, когда все эти согласия, суды не принял. И вот эти штрафы. А суммы большие? Да. Роскомнат, боялась, у тебя 5 тысяч. Смотрите персональные данные. Фильзу 50, например. Не гадайте на кофейной гуси, не гадайте на кофейной гуси. Все размеры четко указаны в кодексе неправильных шейдов. Где правильный сайт? В кодексе административных правонарушений. Итак, дальше. Вот еще. Вот вам пример изменения. Работник был принят на работу. Принят в финансовый департамент. Должен ведущего экономиста. Неправильно занесли. Ничего его не зачеркивают. Вы пишете следующий номер. Дату. И пишите. Начинает предложение. Запись. Вот эта вот, которую вы отменяете. Недействительно запятая. И правильную формулировку. Вот так вносится изменение в неправильную запись трудовой книжки. Никто ничего не зачеркивает. Дальше вот вам пример, как с июля вы должны заверять трудовую книжку. Вот сейчас вы еще можете заполнять по принципу печать, копия верна, подпись должностного лица. С июля у нас меняется эта штука. Потому что с июля у нас меняется ГОСТ и приказ по делопроизводству. Теперь вы должны писать верно, кто, когда и где находится подлинник. И все вы будете изучать такое понятие номенклатуры дела. Начнете вспоминать. Кто не знает, изучайте. Итак, это что касалось трудовой книжки. Дубликат трудовой книжки, когда появляется. Когда трудовая книжка утрачена, если записи, увольнения, переводят к мини-нергопризму недействительной, по суду в основном, если трудовая книжка пришла в негодность, то есть постирали ее, понимаете, взяли, постирали, там ничего не читается. То есть она может быть утрачена, может быть, ну, просто в негодность приведена, или ее, или у вас собака ее съела практически. Бывает тоже такое, оставили там, вытащили, что-то оставили, но только не понимаю, как это может быть, когда она должна украсть у вас сыр. Вот. Может быть, ну, неважно. В общем, тоже. И если утрачена работодатель, в случае чрезвычайной ситуации, чрезвычайной ситуации у нас нет пока не было, слава богу, еще у нас к ней не было чрезвычайной ситуации таких. Итак, лицо утрачет трудовую книжку, смотрите, куда должен сказать об этом. По последнему месту работы обращается. Он, если он приходит к вам, говорит, я подозреваю книжку, вот, устройство работы. В предыдущем работодатель. А если та компания уже не работает, и уже ее нет, табличка уже другая, вообще другие люди. Прекрасные документы, как вас есть. В архиве должны быть. Могут быть и не быть. Ситуация, кстати, вот с таким утрачем трудовых книжек, она очень такая, вот работники не понимают, что трудовая книжка достаточно серьезный документ. И относится не очень хорошо к трудовым книжкам. Правда, не все, есть к которым нормально относятся. Но вот у трудовой книжки, может быть, потом восстановление. А если долго проработали, ну хорошо, вы придете. Вы заведете ему там, на веках трудовой книжки. У себя заведете. А что дальше? А стаж-то как бы подтверждатель? Я не могу вам увидеть, как это написано. Стаж со слов у вас пригодится. Ну, со слов это хорошо. Со слов-то это замечательно. Да, отчислили, кто отчислял. А вы откуда знаете, куда кто отчислял? Вы, работодатель, откуда знаете, у вас доступ к информации нет? Сейчас можно и спросить. Закрыл. Здесь можно и спросить. Да, мы там, ведь же это... Потому что, конечно, я работаю для веков. Сейчас мы начинаем с 2001 года. Хорошо, я все понимаю, что у них все это есть, но только почему-то потом вам, когда работают в кадре, приходит запрос. Прошу подтвердить. Да. Справочку дайте на дачу. А мы не верим-то. Прошу подтвердить справочкой. Прошу подтвердить справочкой. Прошу подтвердить справочкой. Да, у меня нужно взять, как он здесь, а чтение, а мы не делаем чтение. А подито. Значит, у вас не будет это выкинуть. Да, он сказал, что мы не чтение, а мы не чтение. Да, он не чтет. Он не чтет. а мы на поле вообще не знаем. Да. Если взаимососновал, то там, что ли я по-очистению, где-то там взаимосвязь у вас? Не естественно. Вы должны было у нас очистения. Когда? Когда он еще. То, где она осталась. Там пенсионный фонд разберется. Все сдавали с ОЗВК. Там все это подтверждали по трудовым книжкам. Все это подтверждали. Там наш пенсионный фонд. СОЗВК сдавали все. Пенсионный фонд запросит справку у работодателя. И работодатель подтвердит, что вы работали. Если он есть работодатель. Итак, в правом верхнем углу проставляется запись дубликата. Либо ручкой, либо штампиком. Неважно, как вы это будете делать. Дальше. Это если утрачено. Если не утрачено, а испорчено, взамен выдан дубликат. Это то, что это написано в инструкции по заполняю трудовым книжкам. И оформление. Все остальное уже идет практически почти так же. То есть титул лист точно так же заполняется. Но только на момент, когда вы выдавали. Единственное, в чем будет разница. Первое, что вы запишите, это сведения об общем стаже. Не заголовок о компании, а об общем стаже. То есть подтверждающий каким-то документом. Либо вы вам предоставили справки. Либо у него будет копия трудовой книжки, каким-то образом у него оказалось. Вы так и напишите. Вот этим сведением. А справа пишешь, слева на этой штуке на основании чего не пишешь. Итак, сведения все потом в хроническом порядке все идут. Ну вот видите, вот дубликат. Вот здесь вот в этом месте пишется дубликат. Либо слово, либо штампинг. Не важно. Вот общий стаж. Кто-то непрерывный стаж еще написал. Но этого непрерывного сейчас стажа нет у него. Нет, только общий стаж и все. Ну вот стаж тоже. Здесь видите, здесь практически, видимо, справки принесли. Здесь еще заполняли. То есть по справкам еще внесли информацию. Если есть копия, то вы можете поднести. Не можете поднести записку. Может. Ее же можно подделать. Мы не будут печать. Понимаете, опять же, все вы берете на свой страх и риск. Лучше, конечно, когда у вас есть синяя печать, когда у вас есть справка. Компьютерная скану тоже вам все подделать. Да в легкую. Сейчас техника. Итак, теперь это, что касалось дубликаторов. У нас еще есть вкладыш. Что касается вкладыша. Вкладыш оформляется, когда у вас какой-то из разделов у вас закончился. То есть вот сведения о работе. Вы писали, 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 все закончилось. Ни на какие вы не переходите на страницу. Был вопрос, кстати, у слушателя. О награждениях. Это неправильно. То есть должен быть выдан вкладыш. Никто не должен зачеркивать сведения о награждениях. Выдан вкладыш. Вот. Если такое есть... И работодатель слово не хочет исправлять тоже, я не понимаю, слово не хочет исправлять. Потому что если это сделано работодателем, к примеру, вот сейчас, ну вот он сделал, ну кто-то, и вы приходите, как кадровик, видите, что перед вами кадровик, кто-то там лицо, а ты сделал так вот. Вы имеете право, то есть это запись, можно сказать, недействительно, вкладыш заводите, и то же самое делайте запись на вкладыш. Просто будет потом вопрос в пенсионном фонде? Не будет, я не знаю. Вот. А инспекция по-другому может штрафануть за неправильное введение трудового вкладыша. Ну, если эту запись вы внесли, потому что если это до вас, мы вам не седали, вы не несете ответственность на то, что до вас тут писало. Вы не несете. Вот только вот пришел человек, вы единственное, что видите, что у него перешли на награждение, вы говорите, окей, ладно, что с ним. Вкладыш заводите сразу вкладыш, и все, и пишите, и дальше по вкладышу идете. Дальше, вкладыш без трудовой книжки недействителен. То есть, если вам приносят только вкладыш, трудовой книжки нет, значит, этот вкладыш может себе оставить. Нужна трудовая книжка, без нее никак. Да, сейчас поговорим. И в самой трудовой книжке, ну, кстати, где, уже не сказано. То есть, если дубликат конкретно, это на титров месте в верхнем правом углу, то выдан вкладыш серии номер не сказано, где вам удобно, там вставить. Но он должен быть, что выдан серия, но в серии номера кто-то на последнем стоит, кто-то на первом стоит, неважно, но он должен быть. И вы, когда этот получаете, берете трудовую книжку у работника и вкладыш, обязательно сверяете номера. У меня уже было несколько случаев, когда не сходился серия номер трудовой книжки, вкладыш, который он представил, серия номер, который был прописан там. Соответственно, я у него не принимал. Я сейчас новую заведу, и все. А вот это меня не интересует. Потому что получается, что он не вдавался. Либо там кадровик ошибся, либо что там ошибка была четко. Там не то, что в одном цифре ошибка, там все было неправильно. А? А, просто новую вкладышу завели и все. Значит, вы по предыдущему месту работали, видите, что вы сделали записи? Я его отправлял на записи. У него один вкладыш, у него два вкладыша. А вы не выдавали? Нет, конечно, вы можете штампануть на свой страх и риск, что это его вкладыш. Он возьмет соответствия, нет. Это ничего не несет. А если там уже будет интерганизация, то будет записать? Думайте. Из любой ситуации можно найти выход. Из любой ситуации можно найти выход. Из любой ситуации есть выход. Еще раз говорю. И каждый специалист, отвечающий за введение кадров делопроизводства, иногда решение принимает сам. Подсказочки. На запись пишется. Аккуратно. Итак. Нумерация во вкладышах продолжает трудовую книжку. То есть, вот как, там не может быть первого, второго. То есть, как вот пошло, 35, 36, 120, неважно. Вот это все идет сплошняков. Сколько бы не было вкладышей. Все идет сплошняков. Вот так вот. Идет сквозная нумерация. Ну, вот вам какие варианты есть. Вкладыш в этом штампе, дубликат, среднее образование, фамилия изменена. То есть, можно много таких. Себе просто для удобства работы наделать, себе сразу заказать много штампиков разных. Ну, удобно очень, кстати. У всех, кстати, почерк разный. Очень, понимаете, очень везет человеку, специалист, который заносит хорошим почерком. И читать такую книжку приятно. Иногда заносит на формат свою книжку, он приходит к вам. Я-то там вообще непонятно, кто писал. Такое ощущение, что медицинская организация работала. Ну, кадровик тоже. Ну, вот, я говорю, эта проблема потом начинается, что вы вообще не понимаете, что там написано. То же самое он не понимает, что там написано. И когда будет кто-то брать эту книжку, читать, писать инфо, тоже не поймешь, что он сразу скажет, идите, пронесите справа. Потому что непонятно, что там написано. Это просто к тому, это варианты, как вот, вот, к примеру, во многих организациях, где я работал, там кадровики всегда, они всегда любили вклады. Даже вот кто большой, к примеру, оборот персонала, там увольнение постоянно, там торговля было, еще где-то, рабочий класс. Они всегда штампик увольнение делали сразу. Номер приказа. Номер приказа, потому что, опять же, почерк у всех разный. Можно сразу делать маленький штампик с номером, только вписывать туда, потому что вот, должен быть приказ, номер, все должно быть написано. А у всех почеки разные. Значит, приказ у нее на одну строчку пошел, номер на вторую строчку, дата на третью строчку и все. Делай прям на две строчки, чтобы было. Ну, штампиком, чтобы потом только просто вписать дату. Просто организационную нету. Не вопрос. Пишется от руки, не проблема. Вообще не проблема. Какие ваши типы? Отпечатанную организацию? Конечно. Печать организации ставится при увольнении. Не, я не искать, что все делается. Раскладыша, понимаете? Да. Ну, это тоже бланк. Что сделать? А что у вас? Что там вписано? Ну, у меня, например, сюда в книжке не написано, что там в этом вкладыш. Вкладыш или туда, а в самом деле в книжке не вписано. Там вопросы решаются. Штамп не подтверждается, будет печать. Там в печати не подтверждается штампик. Просто запись. Просто запись и все. Просто запись. Штампиком подтверждаются вот эти сведения. Итак, теперь следующее. Книга «Учет движения трудовых книжек» ведется в кадровой службе. Это написано в пункте 41. Либо другим подразделениям, на которые возложена эта обязанность. Там бухгалтерия, еще кто-то, скульптриат, еще кто-то. Но изначально кадровая служба. И книга должна быть, куда вносятся все трудовые книжки, работе, которые к вам приходят на работу. Вкладыш, которые вы даете, все трудовые книжки, туда вносят. Трудовые книжки работников, не бланки. Трудовые книжки работников. Форма утверждена. 13 колонок. Номер по порядку. Дата приема на работу. Фамилия, имя, отчество. Владельца трудовой книжки. Серия номер трудовой книжки и вкладыша. Если работник пришел с трудовой книжки и с вкладышем, записывается оба документа и тот и другой. Должность, на которой он принимается. Подразделение, куда он принимается. Дать номер приказа, там приема на работу. Подпись ответственности лица заведения трудовой книжки. То есть вы ее взяли. И расписать, что работника взяли. То есть она у вас теперь числится. Раздел вот этот 11 колонка заполняется, если работника вы берете деньги. То есть когда вот вы ему здесь вкладыш выдали, то напротив появится сколько денег. И при увольнении заполняется 12-13 колонка. То есть дата выдачи трудовой книжки, попись работника получения трудовой книжки. Кто-нибудь я выполнил, расписывался? Если там, понимаете, если там в кадровой службе такая книга не ведется или она ведется кое-как, и работник там не расписывается, это большие проблемы потом у организации, а не у работников. Вот до этой книжки. Это огромные проблемы потом у организации. На приплавную проверку вас проверят, и за каждую они подписи по 35 возьмут. Ну вот пример заполнения. Дата, номер, дата, кто, кого, чего. То есть вот так она и заполняется. И соответственно, это ведется, получается, она ведется по порядку. По датам приема работника. Итак, это была книга «Учет движения». А вот есть теперь еще вторая книга «Учета прихода расхода бланков трудовых книжек». Ведется, здесь не написано, что-то попозже будет. Такая книга тоже должна быть. Она состоит из, она разворотная вот такая вот. То есть на первой части у нас приход практически. То есть от кого получено, кому там передано. Если вы трудовые книжки покупали, то вот такого числа трудовые книжки куплены. От кого куплены, каким образом появились. Здесь может быть акт, либо там какая-то накладная. Соответственно, дальше все книжки переписываются по номерам, по сериям, и вкладыши, которые вы купили, и суммы, которые потрачены. Вот так можно проверить, покупает ли у вас народ трудовые книжки в киосках, либо вы согласно закона трудовые книжки покупаете, вкладыши покупаете как положено, и работнику вы даете. Положено закупать в специальных организациях, либо через Комус, либо там еще через какие-то организации, через безналичный расчет, с соответствующими счетами фактуры, со всеми остальными делами. Никто в киоск не ходит. Нет, понятно, что предприятие обязано, как же я пойду в киоск и куплю за свои личные деньги. Нет, просто, особенно раньше было так, сейчас как-то с этим попроще, получше. Было такое, ой, у меня трудовая книжка там, иди кути вкладыши. Вон киоск рядом здесь. Или приходит работник, у меня трудовая книжка потеряла, знаете вам, бланк чистый. Их сейчас тоже так некоторые приходят иногда. Вот, вы что, это бланк. Спасибо, себе ставьте тренироваться, будет что-нибудь. Нет, нет, это бланки, поверьте, это бланки, это бланки учета, то есть эти бланки поступают в организацию и выдаются, и работнику заводятся. А в организации не все равно, как они поступают? Закону не все равно. Вот вы придете, вот придет к вам инспектор, и берет, вот, вкладыш новенький у вас, книжечку берем, как вкладыш появился, работник сходил, и он вам дает, что вы нарушаете постановление правительства. Правильный день проделать. Все, ваш штраф будет. Сход. 35 за одного. Ну, по минимуму есть, по максимуму 50. Вот, и если вы там потом приняли и выдается, то же самое, вот они выдаются, вот видите, здесь вот приход, а вот расход, кому-то выдали. Три штуки, вот номер такой, номер такой. И, соответственно, вот эти вот номера при выдаче работнику появляются в книге учета движения трудовых книжек. Вот оно и смотрится. Вот она появилась в организации, бланк трудовой книжки. Вот выдали в кадры, а вот кадры заполнили работнику. Вот он, весь путь трудовой книжки сразу просматривается. Не надо ничего придумать. Покупаете в трудовой книжке, покупаете сразу по документам. Вот все. Их нужно в прок купить? Да, конечно. Так же в сейфе? Посту, что покупают, и лежат они, какая-то зория. Не вопрос. В прок покупать, тем более вы обязаны иметь запасы. Итак, дальше. Вечный спор. Кто же эту книгу ведет? Бухгалтерия. Пункт 41. Это же деньги. Это пусть они. Нет, просто бухгалтерия об этом многие не знают. Да и не многие, а почти все это знают. Сейчас некоторых организаций на кадровика сбрасывают расчет заработных вкладов. Поэтому сейчас так везде все по-разному. Здесь четко написано, кто ведет. Все. Это понятно, да? Дальше. Любая книга. Это многостраничный документ, это журнал, который должен быть прошит, пронумерован, да? Скреплен печатью и все остальное. Теперь обратите внимание, какой печатью. Пункт 41. Гласит, что скреплены сургучной печатью или опломбирована. То есть, как некоторые другие журналы. Вот здесь вот так все прошито, пронумерованно, а вот здесь еще на таком листик с печатью не пройдет. Будет штраф 35 тысяч. Ну, или 50, как настроить. Сургучная печать или опломбированный. То есть, другого варианта нет. Вам сейчас на этот счет как-то полегче получается, потому что в комусе продаются пломбы голографически в виде наклеек. Там, то есть, это пломба. То есть, можно ее наклеить, и вы как бы будете соблюдать вот этот пункт 41. Потому что пока этих пломб не было, нужно было, если пломба, то вот это, знаете, либо сургучная пломба такая пластиковая, либо пломба, там, свинцовая пломба. Она вообще неудобно писать. А сургучной печать, его тоже не все так хорошо. Сургучная печать со временем начинает крошиться. Ее можно плохо сделать. Если кто-то будет делать, вы сразу окунетесь в эти запахи, когда весь этаж провалит, потому что ее надо разогреть сначала сургучу, он пахнет. Потом ее нужно, к этому сургучу, нужно сделать какую-то печатку, вот этот оттиск там из чего-то сделанный. Его, когда, если сделаете, не смажете его там чем-то, там, маслицем или еще этим, водой, он у вас прилипнет. И будете его отрывать. То есть, вот, что касается трудовых книжек. Про сургучную печать в каком году издали закон? В каком году приняли постановление проектов? В 2003 году. А мы уже тогда усказали, что может быть? В общем, современный печень. Либо пламбил. Да? Итак, то есть, если вкратце, то практически вот про трудовые книжки это вот так. У кого есть вопросы? Вот еще вопрос. Если это трудовые книжки в Советской Республике, в общем, он приехал и будет сюда и привезли свои трудовые книжки для законов, наехать. Для братья, они выменяли гражданство и работают уже... Вы даете им трудовую книжку, которая должна быть, которая утверждена в Российской Федерации. Нужен новый план. Да. Да. А в смысле, это новый план или новая трудовая книжка? Новая трудовая книжка. Но пенсии они где были? Они... А пенсии? Пенсии? Нет, СССРская, да, они могут быть местные. Например, граждане Украины, там еще кто-то. Нет. СССРская, это зеленый. Тогда да. Она продолжается. У многих СССРская есть. А может быть, не СССРская, а новых Пенсии? Да, там уже нет. Там все. Эти уже книжки никак вообще. А может быть, если СССРская, она на русском языке? Вы ведете на русском языке. Вы ведете просто на русском, потому что фокурь было тоже, там тоже должно быть заполнено и на русском, и на местном. А вы даже продолжаете на местном. Ну, просто СССРская, она действующая. Зеленая. А все остальные, они уже, все, приходит человек с новой. Так. Вот как раз. Добрый вечер. К нам устраивается работник, ставший гражданин Российской Федерации. Трудовая книжка, у нее процесс 1974 года, в которой есть записи на русском, украинском. Могу ли я продолжать? Да, если она вот эта вот зелененькая, СССРская, то да, вы продолжаете просто ее, все ее. Она же не местная, там, с Трезумцем, еще с чем-то. Она, она СССРская. Да. Если мы новое заводим, мы просто новое заводим. Потому что он, понимаете, он работал не у нас. Да, проект Абусы Российской Федерации не имел, потому что все. А ему отчисления не шли, ничего не шло, что он будет делать? Да. Так. Это трудовые отношения, это порядок оформления работника на работу. Работник должен быть и трудовая книжка, и трудовой договор, и все остальное. Ничем. У работника, нет, у работника при работе у работодателя должны быть оформлены и трудовая книжка, и трудовой договор. Если только он не совместит, если совместитель, то основной не работает. А если у другого книжки нет, то у другого книжки нет. Нарушение закона. Нарушение закона? Да. То есть другого книжки обязательно тоже. Да. У всех работников, работающих работодатель свыше 5 дней, если они совместят, то завоевать другого книжки. А вы сказали, почему свыше 3 дней вы у нас спросили? 5 дней. Вы спросили, как вы думаете? Ну, потому что работник может не выйти на работу, работник может уволиться в течение этих дней. Просто решить, что в течение стоит. А если частично, это бывает самостоятельно. Частично что? Частично. В случае работы на вас. Да. Если он работает, у вас по основному месту работает, тогда у него не заполняется. А вот должна быть заполняется на повышение квалификации, как обычная работа, да? Да. Ну, как раз пример был, как обычная работа. Повышение квалификации, понимаете, повышение квалификации – это повышение разряда. То, что вы повышение квалификации, вы были кадровиком, а остались кадровиком, к примеру. А вот был пример, когда он был токарь такого-то разряда. Стал токарем. Это был перевод с другого разряда. Ну, это практически, да, потому что тоже прикасывали. Это тоже прикасывали. Да. Делается ли запись в трудовую книжку службы занятости в случае, когда человек туда обратился после увольнения, по сокращению штатов. Но это уже как служба занятости там сделать, потому что это уже не трудовые отношения. Служба занятости не является работодателем. Служба занятости не является работодателем. То есть если человек не хочет говорить, то что он по инвалидности, то он будет справа. То есть тогда есть справа на документальный отпуск. Ну, там, смотрите, дело следующее. Если вы под задачей на работе денег, то есть я не знаю. А если вы под задачи, то можно снять какие-нибудь... Если его... На диспоксеризации. Если нет... Если вы под задачей на работе, то можно снять какие-то... Если по этой должности положен периодический медицинский осмотр, и медицинский осмотр будет временно работа. Ну а как он узнает? У нас есть тайна, скажем так, медицинских вот этих вот сведений, поэтому никак не узнает. Проблема только работник, если вдруг что-то с ним случится. Это будет проблема работника, потому что... А он сразу скажет? Если сразу скажет? Нет, не сразу. Не сразу. Вначале он устроится на работу, а потом скажет. Вот правильно, это злоупотребление правом, потому что если это случится, работодатель докажет, что он не знал, что никто ничего не предоставил, а работник потом... Он сказал, а я сказал, а меня не услышали. А это можно говорить сколько угодно. А он записан. А при чем с налоговой? Ну если он узнает, что включает там пенсию, какие-то накладки... Это не налоговая. Чего-то с ним. Это пенсия, здесь может другое быть. Пенсионный фонд может оказаться так, что работник устроился на работу, каких-то сведений нет. Потому что если вы как бы инвалид, это тоже в учете проходит, когда вот этот вот обмен информацией идет через 1С-ку, там отчетность идет ежемесячная. И пенсионный фонд может получить отчет, что вы не инвалид. А у нас... Нет. Он не услышал налогу, никто не звонит, ничего не спрашивает. И никуда не звонит. Может быть другая ситуация. Что ежемесячно, ежеквартально, ежегодно идет обмен информацией между налоговым, страховым, пенсионным фондом по сведениям. По... Там сдаче определенной отчетности. И по инвалидам тоже сдача отчетности идет. Потому что это квоты. Мы инвалидам тоже сдаем отчеты. И если, к примеру, появляется... Там у меня было такое не с инвалидом, у меня было с пенсионером, который мне устроился на основное место работы. И когда трудотничку потерял. А потом из пенсионного фонда позвонили и сказали, а что он у вас на двух основных работах работает. У них информация прошла, и они нас запросили информацию. То есть мы-то не знаем. А они могут позвонить и сказать, что там что-то такое. Но если у них информация-то есть. Тогда мы с ним разбирались на этот счет. Не совсем это понятно, что это объясняет. То есть если... Какое объединение с успеховой, с умным, тем... Ежемесячные отчеты отправляют по определенным формам. Главбух отправляет. И там указывается, какие числения, за какого человека, льгота, дети. Все указывается. В Чиргобльске. Это все указывается по отчетности. Главбух отчитывается. Главбух. Всего. Главбух отчеты, установленные формы, ежемесячные. Которые каждая организация обязана сдавать в установленные сроки. У меня такого случая не было. Что происходит? У вас никакого штрафа не будет. Вас никто, понимаете, вас никто ничего не сделает. У вас, по-моему, вот этот пенсионер, потом пенсионер, а когда вот эти... Как за полный... Да, но у меня не было такого случая, что кто-то скрывал. У меня все они на учете идут. Все, у меня идет информация. Я отчитываюсь ежеквартально по всем инвалидам. Они, скажем, инвалиды, каждый год еще делают переосвидетельствование. Нет, ну их там это положено. И всегда спрашивают. Заполните пора... Да, справки... Но здесь вопрос, когда скрывает. Когда не скрывает, да, потому что мне приносят справки. Надо заполнить форму, условия труда, должность. Все вот эти дела, все со штампиком подписывает генеральный директор, подписывает, там, да, главу подписывает. А вот если человек предустраивается и без трудовой, ну, там, первое рабочее место, или, ну, утирал, там, нельзя. Он должен писать заявление, чтобы мы не терялись новое, или мы просто автоматически не записываем? Нет, если он приходит без трудовой книжки, то он может написать, что прошивает мне трудовую книжку, ну, тогда он должен писать, что стаж не имеет, да. Обязательно. То есть, трудовой стаж не имеет. Трудовой книжки пишется заявление. Потому что он пишет, что стаж не имеет. Если он стаж имеет, тогда у него дубликат должен пойти. Ну, конечно. У него нет, он должен на предыдущее место работы платить дубликат, а поучить. На то, что он с вами сказал. То есть мы должны... Без дубликата. Без дубликата. Но есть если человек основывания пишут... Не, но это у него первое место работы. Но опять же, он сегодня пишет заявление. Мы же не знаем, что у него было до этого. Он мне все равно пишет заявление, что трудовых стаж не имеет до этого момента. Итак, если утерял работодатель на уваднение пожар, какая ответственность? Ну, во-первых, какая ответственность у тебя? На это, если пожар, наводнение, стихийное бедствие, ответственность у него, у работодателя перед инспекцией по труду не возникает, потому что есть на это документ соответственно, что был пожар, пожарный выдали справку, а наводнение было, что все это утрачено. Только идет потом восстановление, то есть нужно тогда начинать делать запросы во все инстанции, там у предыдущего работодателя, всем остальным писать, и это муторное дело, все их восстанавливать, все трудовые книжки будут восстанавливать просто-напросто. По информации, которая есть, запрашивать пенсионные фонды, чтобы они подтверждали, вот там все остальное, то есть это просто большая, кропотливая работа по восстановлению трудовых книжек будет. Никому такого не желаю, что это все это, если вы пробить сможете. Как грамма должна оформляться смена фамилии сотрудников трудовой книжки? Мы это разбирали, то есть через зачеркивание. Вносить сведения о работе по совместительству. Сведения о работе по совместительству вносятся по основному месту работы. То есть работник приносит кадровику, или там, соответственно, делает справку с места, где он работает по совместительству, и там оно просто вносит. Следующая запись, какая у нее идет, что принято работа по совместительству. Либо если уже принято, уже уволен, то он сразу делает принято, уволен. Там, естественно, никаких подписей, печати той организации, где он работал, и нету. Просто за две строчки принято, уволен, все. Ну, здесь работник приносит. Да, если он справку приносит, да. Только не должно быть такого, что он приходит к вам и говорит, чтобы было несколько случаев, и даже... Дайте мне трудовой, я... Дайте, я схожу туда. Нет. Берешь справку, приносит, я тебе на свои справки, я тебе делаю записи, все. Ты же можешь выдавать трудовые книжки работнику для чего-то там, подростки? Только в одном случае, при оформлении пенсии. Ни в коем случае. Трудовой кодекс говорит о том, что работнику на руки выдается трудовая книжка только в случае оформления пенсии. И все, во всех случаях он не получает ничего на руки, только в виде копии. А вот эти все мне там банк требует или еще что-то такое, свободен. У меня был когда-то такой банк интересный, да, все, сразу все туда, в сад. Итак, сведения занесены на странице о награждениях, работодатель не хочет исправить, то есть заводить вкладыш. Действие работника, последствия такой ошибки. Последствия такой ошибки для работодателя. Если это инспекция труда обнаружит, то он может быть штрафован. Но для работника, в принципе, ничего такого не наступает. Но я бы написал заявление на имя директора, что хорошо завести мне вкладыш, потому что когда я книжку закручу, в виде заявления, там, докладное служение записки, я бы так сказать. Это больше, понимаете, вот эти вот правильные сведения трудовых книжек, это больше работодатель ответственности. Он должен правильно вести, потому что при обнаружении то, что он неправильно ведет, и тот же работник из-за чего-то наступил, у него какие-то последствия наступили, он может подать в суд. И опять же, работать будет неправ. А если он еще подхлепит, что я просил, требовал, но мне не сделал, то вплоть до какого-то морального ущерба, там еще что-то такое. Может быть. Там он не может не аннулировать ничего, потому что она не там занесена. Он может просто еще раз сделать, то только на вкладыше. Еще раз только на вкладыше. Продубрирую, потому что там она уже не там. Она будет, нет, она будет тот же, все то же, только в нужном месте. Почему нет? Она не там, не несена. Как с этим, ну не знаю, кто это сделал, да, как это нашарашит. Кто, а кто это сделал? О, еще лучше. Хотите, сами перепишите, да, знаете, заполните. Но это не профессионально. Ни один контролик так не сделает. Даже если что-то не знает, то есть на это много чего, где можно узнать, как это сделать. У нас сотрудники приносят сами трудовые книжки. Ну не должно быть такого. Ну не должны не сами приносить. Ну вот трудовые книжки не так дорого стоят. И еще раз говорю, что в случае, если будет кто-то скрупулезно вас проверять, проверят о том, что трудовые книжки у вас появились не через официальный... Приход, ход, ордер к кому? Не то, что касается канала, а незакупленные организации, то это нарушение трудового законодательства. Может, идут штрафные санкции. Ну, хотите так. Имеется в виду, вновь, вообще, только на чем человек работать... Вновь, вкладыш. Взять ему, сказать, в нашей организации, там есть статья в трудовом кодексе, что создавая книжка, оправляется, выгодать. Не сказать, мы заводим наши... Да, ну все так и делают. Все так и делают. Нет, просто в некоторых вот пишут, слушайте, что приносят сами. Ну, просто один раз скажите нет и все. Войдите в охоту, напишите свою записку, прошу нам купить 50 трудовых книжек, 50 вкладышек. Все. Если у вас маленькая текучка, будут они у вас лежать? И они действуют просто. Лежат и лежат. А как возможно, как агентство вывлечено, агентство вывлечено, агентство вывлечено, агентство вывлечено. Агентство вывлечено. Это надо смотреть, как они это делают. Там юристы нормально сидят, они могут как-то это оформлять. По договору по гражданскому праву отношения. Говорят, что уже официальное оформление ТК уже через 2-3 месяца. Надо смотреть, как это происходит. Как-то исхитряются. Да, как-то исхитряются. Они могут их учениками там брать, они там еще что-то такое. Я думаю, там... Ученик тоже заработает? Нет, он ученик. И в Трудовом кодексе есть понятие ученических договоров. А ученический договор? Это не трудовое, это не профессия. Он не принят на работу. Вы думаете, ученик туда кандематажный? Нет, нет, нет. Ученик один раз, а потом работник обязан прийти. А я думаю, что они оформляют, может, какой-то другой документ. Но это надо смотреть. Можно вопрос? Вот написано, что вот в этой книге учета 40 страниц. Это значит, правый верхний угол, да, один, потом разворот. Вот здесь два. И только вот здесь три. То есть не на каждом листовом страниц. Вот страница. Что такое страница? Страница это вот. Страница это... Вот как в книге. Да, первая, вторая. Здесь первая, здесь вторая. Оборачиваем, третья, четвертая. То есть вот этот журнал надо... Нет, это нумерация. Страница вот первая переворачиваем, вторая переворачиваем, третья, первая, четвертая. С фамилией это первая страница или вторая? С фамилией чего? Здесь про книжку. Там пронумерованы, а здесь книга учета. Они нумеруются вот именно, вот здесь страницы, я пишу листов. Значит, еще раз. Вот здесь пишется раз, два. Это листы. Книга про страницу. Раз, а вот здесь вот два. Это страница. Самый первый тоже? Они понумерованы? Нет, трудовые книжки. Я про книги. Нумеруются все. У вас все, потому что они прошиваются. Это значит, что листов на листах. Я листов пишу. Можно вопрос? У нас книжки, если назад были закуплены одной компанией. У нас, группа компаний, у нас там классов. И вот эти книжки закуплены, и, конечно, это неправильно. Что нам сейчас? Лучше не вернем их назад. А подождите, а та компания куда делать? Ну, давно, вы сказали, та компания... Существует. Она закупила книжку. Да, хорошо. Да. Остальные компании, вы пользуетесь этими книжками. Нельзя. Я понимаю, что нельзя. Как, а почему надо делать? Сын, вы ключ... Значит, те книжки, те книжки... Положен. Положен. Да, вот они здесь и числятся, а все остальные компании закупают по отдельным документам. У этой компании ничего не покупают, потому что нет продаж. Сами покупают. А могут они дарения? Приказ дарим другой фирме, их взять, чтобы они не дарили. Ну, чтобы их на трудовая инспекция не дарили. Это другое юрлицо, другое работодатель, это другое все. Даже если вот у меня тоже три организации, которые все одни. Но я вам говорю, вот этот, одной организации, книжечки они лежат, это другой, это третий. Три книги учета бланков, три книги учета движения. И только так. Они сейчас не назывались, то есть их списали же, как они сдавали. Куда вы их списали-то? Как вы их списали-то? Нет, не дачу. Нет, не дачу. По буху, что-то они вам выдано, они списаны, но бланки-то остались-то. Вы их должны выдавать, 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 выдавать. Деньги не берутся. Ну, не берите, не вопрос. Да. Не берите. Приказ делать, чтобы не... Не берете деньги. Нет, по другим компаниям. А по другим компаниям получается у них нарушение. Да. Вот все. Просто если надо купить, и все, и закрыть вопрос. Все 20 минут. И что? А что теперь делать? А что делать теперь коробки? У, хорошо. Теперь у вас будет это много-много-много, на много лет вам их хватит. Как вносятся записи в трех книж при увольнении геринарного директора? Ровно то же самое, как в любом другом работе. Ровно то же, точно так же. Просто там основание какое-то, может, другое пишется, и все. Он такой же работник. Все то же самое. Единственное, что он может, если это он увольняется сам по себе, то подписывает. Ну, это же другой вопрос. Может, бухгалтер подписать, если на него есть приказ соответствующий. Ну, сам себе, то что, компания у нас все ликвидируется. То есть надо смотреть. Но сама запись об увольнении делается ровно точно так же, как любому другому работнику. Никакая. Он такой же работает, просто должен не работать. Так. Как вносятся записи при увольнении, приеме на работу путем перевода? Это у нас был здесь один из примеров. То есть сделать запись. С той компанией, где он увольняется. Уволен в порядке перевода в такую-то организацию. Организацию пункт такой-то, статья такой-то, пункт такой-то Трудовой Федерации. В этой организации пишется, что принят порядки перевода из той организации. То есть все вот так и пишется. Шариковой ручкой нельзя. Почему же нельзя? Можно. Только можно, что она не писать. Все вам знакомы, запись первой трудовой книжки делали в их присутствии. Что никто так не делает. Не все так делают. Кто-то делает, но не все так делают. Законно. Ну, по закону положено. И вы должны об этом знать. Есть зачеркнул работодатель. Но он неправильно сделал, что зачеркнул записи. Обязательно ли писать профессиональное? Значит, смотрите. Правильность написания образования, она уйдет. Если вы хотите посмотреть, как правильно пишется образование, это прописано, во-первых, в самом дипломе. Но диплом мог тоже ошибаться. Вообще у нас есть такой классификатор информации, единорский классификатор информации о населении. И там вот эти все образования прописаны. Какие они у нас бывают. И вы оттуда пишете. У нас высший профессиональный средний, начальный профессиональный. За что он образование прописывает? И там тоже пишется. Дата заполнения новой трудовой книжки должна быть в первый рабочий день. или, допустим, поставить дату позже на 5 дней. В первый рабочий день. Может. Печати на данный момент нет, наверное. Печати на данный момент нет, наверное. А не вообще. Вообще, еще раз про печати. Печати у нас с 15-го года может не быть в организации. Только коммерческих компаний. Нет, нет, коммерческих компаний. Вот. Если у вас на трудовой книжке печати нет, то это, может быть, не потому что забыли поставить. Потому что их нету. Заказали печать, но она еще не готова. То есть печать есть. Будет. Будет. Но это ваша же проблема, что у вас печати на какой-то момент нет. Надо быстрее все это делать. Печать не так быстро делают. Есть какое-то свободное место слева, где мы пишем обоснование. У нас есть еще одна. У нас еще есть другая сторона обложки. Если вообще не хватит обоснования, будете вкладыш делать. При осуществлении записи третьей подсчета во вкладыше сделана ошибка. По ошибке поставлена печать не той организации. Каков порядок исполнения? Можешь купить новый вкладыш и обратиться в бомб предыдущих повторений, повторить записи. Но если вы сможете, ну, там, во-первых, в трудовой книжке не написано, какой вкладыш выдан. То я единственный выжжу выход, то есть все записи читать недействительные и делаю все по новой записи. И все. Поэтому надо контролировать, что он пишет. В трудовой книжке. Мало того, что он смотрит записи, правильное увольнение вообще звучит следующим образом. Вам сделали запись, вы попросили справку с этого же места работы о том, что принято увольнение. Еще и копии всех документов заверенных попросили, что у вас сегодня не были, чтобы потом не бегать за ними. Если трудовая утеряна, то правильно восстановить. По предыдущему месту работы восстанавливается. Ручка и почерк будут отличаться, поэтому зачеркнуть. Я думаю, что лучше всего не зачеркивать, а идти, чтобы вам делали записи действительно и делать по новой, все как положено. Еще раз, увольняйся, ты берешь справки и копии всех приказов про тебя. Увольняйся, вы сказали, что ты делаешь? По правилам, лучше запросить все копии приказа о приеме и увольнении о переводе с заверенной копией и справку с места работы о том, что вы работаете с такой-то, по такой-то. А смысл на титул месте дописывать образование, по закону положено. Если человек получил образование, не имеется в виду 33 высших. Имеется в виду, что у него было пример начальника профессионального, а потом он получил высшее. То делается запись о высшем. Если он получил два высших образования, то не делается никаких записей. Просто делается запись один раз и все. Ну, если нет, и человек, так сказать, ну, не такой вот порт переходить, сделайте мне записи. Он вам сведения не предоставил, вы не можете учиться. Вы не предоставили сведения, поэтому и никто записи не делал. С другой стороны, если кадровики как бы на все это дело обращают внимание, то они должны где-то прописывать, что работник должен в течение 10 дней после изменения своих персональных данных поставить в известность кадров. Это я сказал. Вы написали, но я просто не знала, что через запятую должно что-то идти. Сначала ссылаемся на пункт или статью. Сначала идет пункт статьи части 1 Трудового кодекса Российской Федерации. Все в инструкции написано. Допустим, в ситуации работник принят на постоянную должность ведущего специалиста, затем его перевели на временную должность главного специалиста. Временные переводы не вносится. Временные переводы не вносится. Только есть потом и стал постоянным. То есть если он в рио у генерального директора... В рио у генерального директора это просто приказ, это не перевод, это просто выполнение обязанностей. Мы можем человека временно перевели на какой-то перевод, но это временно, в трудовую книжку не вносится. Как оформление генерального директора, когда он является врачом, в нужном враче? Это вопрос оформления на работу, он в трудовой книжке немножко не касается. Поэтому здесь надо разбираться. Новый вкладыш за другую компанию, как оформление? За другую компанию, кто не должен отправить в вкладыш. К нам устраивается работник... А, вот я уже говорила, человек, гражданин Украины. Я уже говорила, что здорово. Как заполнять книгу учета трудовых книжек, если у нас есть удаленный филиал, куда мы отправим трудовые книжки с помощью почты? Значит, смотрите. Вопрос, связанный с кадром делопроизводством, с территориально распределенными подразделениями, решается разным способом. У вас может вестись все в центре. Тогда все трудовые книжки переходят к вам, хранятся у вас, ведутся у вас. Может храниться в подразделениях, если они как бы выделены. Но тогда придется в каждом подразделении назначать ответственность за ведение хранения учета трудовых книжек. И в каждом подразделении будут свои журналы. Но это решается уже организационно. И покупать даже каждое отделение на себя. Не важно. Попать, может, централизован, просто им посылать. Какие случаи пенсионный фонд может попросить трудовую книжку? Пенсионный фонд трудовую книжку никогда никого ничего не просит. Работник трудовую книжку у вас просит при оформлении пенсионной просто предоставлять. Потому что там сейчас пенсия назначена. И все. Трудовый пенсионный фонд будет вам заправлять запросы, предоставить ему копии документов. И все. Больше ничего не просит. Справки, копии документов каких-то и все. И проверьте здесь трудовые книжки. Перепутанные. То есть он будет у вас просто справки требовать и все. Вот как он бывает. Что-то особенно за старые, там, 90-е годы, там, еще когда-то, когда путаницы было. Он просто требует предоставить копии, там, к примеру, приказов и справку о работе. Где вы пишете все, как работа, переименование, все остальные дела. И все. Больше он трудовую книжку. И проверьте как подоплаз. Ну, это уже, бухгалтер, я кадром говорю. Можно спросить, при преступлении на работу в отделе кадров, обязан ли ты предоставить вам лицо? Ну, да. Сам же заинтересован. Да, сам заинтересован. Быть бы... Есть дети, у которых есть отчисления, да? Нету есть. Ну, тогда нет. А если на больницу идешь? Нет, больные. А если на больницу идешь? Нет, больные, больные. Значит, есть еще вопрос. В старых бланках книжек есть два раздела. Сведения о поощрениях, сведения о наградах. У нас есть просто сейчас сведения о поощрениях. Награды, если говорить, сведения о поощрениях, это любая, там, благодарность, там, премия, или еще что-то такое. А награды, это награды. То есть награды, это медаль за доблесть, там, медаль на 8, 8, 8, 8, 7, 6, 7, 7, орден, то есть вот награды. А все остальное это поощрение благодарности, еще какие-то дела. Доска почета. Это все туда же. Просто сейчас все это в одном месте и все. Скажите, могут ли ошибки возникшие по заполняю трудовых книжек повлиять на формирование будущей пенсии? Да, могут. Вы удивитесь, насколько пенсионный фонд заваливает кадровиков с уточняющими справками. И то, что мы им сдавали, в такое ощущение, что они не смотрят и не читают. Есть пенсионные фонды, которые, да, они все, у них все видно. У меня сейчас приходят запросы с пенсионных фондов, предоставьте справки. И все. Справки, справки и все остальное. Я не знаю. А если фирма подкротилась, вот сейчас очень можно. Три года и банкрот, три года и банкрот. Куда пенсионная обращается? Да, кстати. Компания прилегает. Не ликвидация, а банкрот. Никто никого ничего не садит. Значит, смотрите, смотрите. Во-первых, пенсионный фонд может никуда не обращаться. Он просто скажет вам, подтвердите этаж. Дальше это будет ваша проблема. Это большая проблема работников, которые работали в фирмах, в которые они исчезли. Естественно, эти фирмы никакие в архивы, как положено, не сдавали документы. Как работнику доказать, что он работал и со всех 17 фирм за 10 лет. Ну вот как получилось. Архивы городской. Обязаны городской архивы сдавать документы. Да я... Надо смотреть. Есть муниципальные архивы, есть городские архивы. Надо смотреть. Просто я вас уверяю, что так как, когда я занимаюсь кадровиками, но кадровики не знают понять номенклатуры дел, я уверяю, что никто из них не сдавал тогда ничего. И не будет сдавать ничего. Поэтому все эти документы просто выбрасываются. Все, все, все. И что получается, человек без пенсии остается. Потом он подает в суды, суд доказывает. И все равно фонду проще вам отказать. Вот по моей практике. Он вам отказывает. Вы идете в суд. В суде все доказывает. И суд все назначает. Человек пришел на работу после 9 классов. Он не имеет образование и не знает, как правильно заполнить трудовую книжку. Он не обязан. А это не он заполняет трудовую книжку. Почему тогда он несет ответственность, за которыми гайд не получит пенсию? Он несет ответственность. Он несет ответственность. Понимаете, секундочку. Вы немножко путаете. Значит, у вас как у работника, как у человека появится проблема. Вы можете пойти и на них подать в суд. Но их не существует. Все. Проехали. Сразу проехали. Дальше вам нужно свои права восстановить. Восстанавливаются права как? Через суд. Вы приносите доказательную базу. Он сможет. Чтобы было 37 лет назад, все может быть. А что делать? Свидетели, ничего. А как? Все-все-все. А когда нету? Ну, нету все. Начали. То есть ошибка кадровика наказывает работника. А работник же имеет право не знать этих сезонков. Может. 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 Адрес не могу сказать. Адрес не обратился к вашему секретарю? Ага. Поэтому я всегда говорю, что кадровики должны очень внимательно за всем этим смотреть. Работник, понятно, что я много вижу, что кадровик лежит, которые говорят, у вас будут проблемы с пенсионным фондом. Все. Поэтому, говорю, заранее вам пока сходите со справочкой или еще что-то такое. А да, возникают проблемы. Возникают проблемы. У многих возникают в пенсии проблемы. Несмотря на то, что все работодатели сдают в электронном виде все эти отчеты и все остальные дела. Сейчас, секундочку. Посмотрю так. А фриланс как оформляется? Никак не оформляется. Фриланс – это свободная работа. Это без трудовой, без всего. Это просто работа, скажем так, по договору гражданского правового, если оформляется вообще либо как-то. Приказ о безвозмездной выдаче трудовой книжки. В свободной форме просто оформляется, что не взымается и все плата. Все, в свободной форме. По основной деятельности делается это приказ и все. Не без проблем. Запись образования сейчас. На образование можете. Приходите в трог. Вот диплом внесите мне запись, трудовую книжку. Все без проблем. Любой кадровик вам внесет, если видит, что запись не внесено, вам внесет. Только если дата будет внесения, там, текущая. Вообще без проблем. Работодателей сменилось много, никто не вносил изменения ранее. Ну, сейчас внесите по предыдущему месту работы, внесите изменения. Вообще никак не проблематично. Можно ли в дубликат внести только сведения об общем стаже? Количество лет, месяц, дней. Без указаний, месяц будущей работы. Можно. Ладно же, общий стаж. Был украден сейф от классных. Организация был украден сейф с трудовыми книжками. Заведено уголовное дело. Кража работникам на основании. Выписан дубликат трудовых книжек. Дубликаты. Вернули выпущенные трудовые книжки уже в Уолюс к этому времени. Ну, дубликаты мы имеем право завести. То есть, если их был украден, наверняка вся информация еще осталась. Вот. Дубликаты выдаются здесь еще. Ну, здесь уголовное дело. Здесь об этом не несет ответственность. А можно вот такой вопрос? Здесь человек украли. У человека украли трудовую книжку, он завел новую, а через 10 лет, 5 лет ее вернули ему. Считаете, вот так, книжка и новая книжка их совместят, как и в пенсионном фонде или нет? Ну, это он будет приносить в пенсионный фонд книжку, с ней разбираться. Работать же не будет это делать. Нет, пенсии, пенсии, а не пенсии. Я же, понимаете, я не представитель пенсионного фонда. Здесь вопросы, как представитель пенсионного фонда. Я работал с многими пенсионными фондами. Некоторые пенсионные фонды нормальные, лояльные. Все это делали. Некоторые пенсионные фонды. Чуть что? Отказ, отказ, отказ через суд. Вы поймите, это было дело такое. В Крыму все были украинские трудовые книжки, теперь там Россия. Как оформлять трудовую книжку? Новую? Новую? Ну, если у него не было, если у него не было, если не было советской. Нет, если она у него была украинская, трудовая, то, соответственно, она не будет. Тогда мы берем новую. Если у него была советская, зеленая, тогда мы дальше продолжаем. С предыдущим стажем, стажем в Украине вообще не будет считаться. А Крымский стаж будет? А почему не Крымский стаж? Они работали, пенсионный фонд отчисляли украинский. Как с чего вдруг пенсия пошла? Сам себе работник не может поставить. Сам себе работник может поставить только подписи в титульном листе и ознакомление с записи трудовой книжки. Все. Граждане Грузии принимаются на работу без трудовой книжки. Старшая власть СССР. Трудовая книжка была, но возможности восстановить запись трудовой книжки не представляется. Выдаем новую трудовую книжку и все. Граждане Грузии вообще иностранного государства. Вообще иностранный работник. Вопрос о увольнении генерального директора. Вопрос о увольнении генерального директора. Это отдельная тема разговора по вопросу. Но запись трудовой книжки ровно такая же, как у любого работника. Просто основания там могут писаться разные. И все. И главное, кто будет подпись ставить. Либо подпись уполномоченное лицо. Например, бухгалтер дает право подпись. Все, он вам распишется и все. Генеральный директор уволился. Первый запись ставить. Неважно. Короче, кого давно он дал такое право. Либо он сам себе делает подпись как... Он же трудовая книжка выдается в последний день работы работы. То есть в последний день работы он еще был генеральным директором. То есть он ее может сам подписать. Ну, такая, знаете, генеральный директор сам себе в отпуск отправляет. Сам себе там это. Он же сам себе все делает. Сам себе подписывает. Никто же не подписывает. Ну, есть такая штука. Потому что как сам генеральный директор и собственник, подпись с одной стороны как физлица, с другой стороны как генеральный директор. А можно еще вот вопросик? Вот в трудовую книжку не вносятся взыскания, временные переводы. И я не поняла про премии. А если приказом... А, ежемесячно. То есть если приказом вот за год человек так себя проявил... Это премия... Она не ежемесячная. Это премия целевая такая. Да. То есть ее вносят. Пример, он за результатом... Да. Но я говорю, не вносятся, когда это системы оплаты труда. Когда оклады премиальны. При переводе пишем уволен или трудовой договор расторгнут. Расторгнут. Я говорю, читаем еще раз. В кодексе написано. То есть начало увольнения пишется расторгнут трудовой договор, либо... Там уволи может написано. В кодексе прямо написано. Ответ на вопрос написано в кодексе. Как формулировка идет. Там написано условия расторжения трудового договора. Условия прекращения трудового договора. То есть прекращен. Расторгнут. Прямо написано в кодексе. То есть не надо придумывать телесу. Там все написано. Прямо формулировка. А первым вышел не сделал, а вторым сделали вышел. Все. Ну, одно есть выше, а там больше никто не будет писать. В каждом феврале ведется книгу учета, создается единый кадр и центр и ведение трудовых книжек будет централизованно. Как вести книгу? Все книжки тогда собираются централизованно, заканчиваются их. Там вопрос будет следующий. Либо трудовые книжки собираются в центр и они там дальше продолжают вестись, либо книги учета и движения трудовых книжек собираются. Все записи, которые еще не закончены, люди не получают трудовые книжки, переносятся в новую трудовую книжку, те прекращают книги учета и движения трудовых книжек свое. Писано, что все, они закончены, убираются в архив и ведется одна единая на всех. Но это как удобно. Может быть удобно централизованно, но все равно разбитые по филиалам. То есть это организационный вопрос. Кто выдает дубликатор трудовой книжки, если предыдущий работодатель признан банковшимся? Можно еще у предыдущих спросить. Можно будет выдачить, тогда будет по новым работодателям. Сначала ссылка на пункт, потом на статью. Что мы ссылаемся на статью? В трудовой книжке указывается на статью. Нет, у нас пункт такой-то, статьи такой-то. В инструкции читаем инструкцию. О ведении трудовой книжек. Там все расписано. Не знаю, законно освобождать ответственность. Кадровик, отруки, справа названия, сведения награждения, сведения о работе. Незаконно это. Вот незаконно. Это должен был вкладыш сделать. Если дата заполнения трудовой книжки на несколько недель позже, чем дата внесения первой записи. Может ли это повлиять на старший работник? На старший работника нет. Нет, это только если бы в той же организации в этот момент попали на проверку трудовой инспекции, нам могли бы там быть... Они прям так медленно все проверяют? Да. Как круто. У нас с отпусками такие безобразия на работе. К вам приходила инспекция? Да. Ну, значит, она так была хорошо там, как у вас все было организовано, что она решила не копаться. Там такое безобразие. Генеральный директор выпускает своих заместителей. Значит, она как... Это другой вопрос. Это другой вопрос. Здесь нарушение оформления. Здесь нарушение графика отпусков. Там может быть проще. Они не так на это смотрят. Здесь намного серее компенсации нельзя. То есть, когда вы книжки более серьезные, чем человека ущемляют или не опускают? Чем ущемляют. Там потом идет... Давайте, когда приходят инспекции по труду, она задает вопросы. Вы потом письма на них отвечаете. Вопросы с инспекцией решаются по-разному. Итак, мы уже что-то много с вами сегодня, вместо часа уже практически два. Поэтому я думаю, вопросов много. Поэтому, секундочку. Поэтому, если кто-то хочет стать кадровиком и все это более глубоко изучить, то, пожалуйста, к нам на соответствующие курсы. Мы ведем как бы с нуля до проверки инспекции по труду. То есть, практически полный курс. Ну, я в том числе и в этом. То есть, мы все это дело рассказываем. Все. Спасибо. Спасибо большое. А вы спрашиваете, а вы спрашиваете, что у вас были раньше товары? Можно начинать с муниципального, по месту нахождения организации. То есть, муниципальный артист по месту нахождения, да? Да. Алексей Семенович, простите, пожалуйста. А можно попросить у вас в результате с вами, да? Идите, пожалуйста. Там все документы. Я не могу так же не прописать. На первую, на вторую есть, на третью, на четвертую нет. И так про все. Ну, пожалуйста. Я, в принципе, не делюсь. Потому что я делюсь только с тем, кто ко мне приходит на занятия. Я никому не знаю. Где я по поликому? Просто это мне... У нас просто увольняется отдел кадров. У меня делается отдел кадров. Я не очень знаю, как вести. Вам нужно... Это вам не поможет. Вам нужно приходить. Я все ножки прошла. Жене, потому что в кадре я ножму. Вот так вам проводить ножки. А как?